Это решение по бою. А сейчас мы видим в финальном бою весовой категории до 60 кг. Красный пояс Нагоев Анзор, Кабардино-Балкария, и его соперик Азам Мухарямов. Ну что хочется сказать больше о бойце с красным поясом. Нагоев Анзор. Анзор является двукратным чемпионом России. Представляет Кабардино-Балкарскую республику. В прошлом неоднократный победитель первенства России еще по юношам. Ну один из сильнейших спортсменов. Его соперник, представитель команды, по-моему, Балашиха, одной из команд Московской области. Ну реально он служит в военно-воздушных силах. Можно сказать, представитель военно-воздушных сил. И видим как раз и надпись на кимоно. А то есть можно было заявляться и от города, от клуба, от региона, а можно было от ведомства или от направления? Нет. Ведомства у нас выставили только команды. Большинство ведомств вышли в составе команд региона или отдельных городов. Все-таки я вернусь к своему вопросу. Как происходит определение победителя? То есть как идет подсчет очков? И что еще мне второе важно, как оценивается техника, чтобы зрителям в самом начале нашей трансляции было ясно, за что дается сколько очков и как это... Ну постараюсь. Значит, еще раз повторюсь, работы три боковых судьи, если не определен победитель явным преимуществом. Явным преимуществом является нокаут, два нокдауна, болевой прием, снятие соперника врачом или его дисквалификация. Далее идет подсчет по очкам. Оценивают три боковых судьи по следующим техническим действиям. Оценивается сильный концентрированный удар рукой в голову 2 балла, 1 и 1 балл по корпусу. Удары ногой оцениваются в голову 3 балла, по корпусу 2 балла и по ногам 1 балл. Разрешены удары по ногам как с внешней и с внутренней стороны, за исключением запрещен удар по внутренней части бедра. Оцениваются броски. Амплитудный, сильный, амплитудный темповой бросок с отрывом от ковра 3 балла соперника. Просто бросок с отрывом от ковра 2 балла и бросок с заваливанием 3 балла, 1 балл. А удушения болевые разрешены? Разрешены болевые приемы по самбо, в общем-то аналогично. И удушающие приемы запрещены. Наверное, потому что шлем лишается. Да, не то что, дабы исключить, потому что рычаг сразу увеличивается за счет шлема. И дабы исключить травматизм. Потому что главная задача федерации, главная задача это максимальная безопасность соперника. В том числе, когда принимался на вооружение, так говорить нельзя, а вообще принимался как вид спорта, как дисциплина вида спорта. Это армейский рукопашный бой, тогда просто рукопашный бой. В общем-то, Василий Филиппович и ставил задачу своим специалистам физической подготовки и спорта, создать такой вид спорта, чтобы возможно было применять разнообразные техники, ударные, бросковые. И да, этот вид спорта позволил максимально психологически готовить спортсмена, помимо того, что технически и физически, к реальному сопротивлению с соперником, с противником. Как давно рукопашный бой стал официальным видом спорта? Ну, я так понимаю, что раз уже 10-й турнир памяти Маргелова, который стоял у истоков, то это как минимум уже больше 10 лет. Но, наверное, раньше даже это произошло. Значит, армейский рукопашный бой родился в воздушно-десантных войсках. В 1979 году был проведен первый чемпионат воздушно-десантных войск. По тем временам, конечно, не такой вид спорта, конечно, не такие средства защиты. Все делалось кустарным методом. Жилеты применялись, плавжилеты. Те, кто служил в вооруженных силах, знают, что в бронетехнике имеется для экипажа плавжилеты. Вот, применялись плавжилеты. Шлема делались из мотоциклетных масок. Краги использовали хоккейные. Вот такая кустарщина начинали с этого. Естественно, кимоно тоже не было, брали какие-то. Сейчас, конечно, не сравнить. Мы смотрим шлемы с масками. Не с масками, а с решетками. А сейчас, я знаю, Федерация специально провела исследование, разработала специальные новые шлемы с пластиковыми масками. Да, мы уже провели две апробации. Сейчас уже третью будем проводить. Естественно, идем вперед. И сейчас Федерация готовит. Давайте посмотрим. Действительно, бой великолепный. К сожалению, не получилось его прокомментировать. Но зато теперь нам понятно, как определяется сильнейший. А так было бы непонятно, почему вы поняли руку тому, кому поднимут. А мы сейчас посмотрим, кто же это будет. Ну да, конечно, Анзор больше показал технически. Да, и совершенно верно, судьи отдали ему победу в более разном.